И так совпало, что именно на этой неделе перед депутатами Законодательного собрания Края отчитывался губернатор о проделанной за год работе. Депутаты политкорректно про отставку не спросили, губернатор решил инициативу не проявлять. Сказать, что отчёт прошёл ритуально, было бы неправильно. Были и неудобные вопросы. Атмосферу сессии попыталась передать в своём репортаже моя коллега Василиса Лукашевич. Уважаемые депутаты, через одну минуту начинает работу сессия Законодательного собрания Края. 10 утра, четверг. Губернатор пришёл на 5 минут раньше. Депутаты неторопливо рассаживаются. Отсутствует четверо парламентариев. Первым вопросом стоит доклад Кузнецова о проделанной работе и планах. Докладчик всё читает с листа. И об универсиаде, и о четвёртом мосте, и о новом нефтепроводе. Всё это парламентарии слышали. И не раз. Первый замгубернатора Сергей Пономаренко, который наверняка участвовал в подготовке доклада, подписывает кипу, видимо, очень важных документов. Эксперты, кстати, оценили попытку спичрайтера-губернатора добавить к цифрам узнаваемые образы. Корову можно кормить одинаково. Но одного корм будет превращаться в молоко, а у другого в навоз. Вот я хочу, чтобы деньги, которые мы с вами выделяем из краевого бюджета на поддержку села превращались именно в молоко. После доклада начались вопросы. 15 депутатов успели поднять около 30 тем. Почти все с намёком на критику. Очевидно, некоторые депутаты пытались доказать, что законодательное собрание вовсе не юридический отдел исполнительной власти. Отметились с неудобными вопросами и представители партии большинства. Как вы всё-таки видите, когда этот процесс подготовки закончится и мы начнём строить аэропорт? Всё же, насколько КЭФ оправдывает своё существование? Я не услышал отчёт информации о том, сколько жителей края находятся за чертой бедности. Мне кажется, интересно, считает ли губернатор нынешний прожиточный минимум соответствующим реалиям сегодняшнего дня. А вот этот пункт, кстати, был не выполнен. Мы что-то как-то влияем на них, будем влиять. Что вы думаете на этот счёт? Траты бюджета, неэффективность управления. Между делом в зале намечаются явные друзья губернатора. Их реплики и вопросы разительно отличаются от предыдущих. Уважаемый Олег Владимирович, я в первую очередь хотел бы вас поблагодарить. Вас лично и правительство Красноярского края. Мы знаем вас как высокопрофессионального управленца и экономиста. Вы лично уделяете особое внимание этой отрасли, потому что не уделять нельзя население края. Действительно почувствовало, ну, большую, что ли, большой сдвиг в этом отношении. Через 40 минут общения губернатор становится более эмоциональным. Тон выше, жестикуляция сильнее. А многие присутствующие ещё активнее переписываются между собой. Кто-то говорит по телефону, кто-то смеётся. Весело становится даже представителем правоохранительных органов. Полдень по регламенту всё заканчивается аплодисментами. Губернатор сразу уходит. Василий Сулгашевич, Николай Чистяков, Виталий Суботин. Воскресные новости.